Били его не один на один. Сразу не понял, мне сказали, что его там нокаутировали несколько раз. Такие вещи надо порицать, да. Все толпой напали, начали бить там стулья, побили отца. Друзья, всем привет, вы на канале Культура Бития, и в этом видео мы говорим с Тимуром Золотым. Лучший боец хардкор-файтинг вне зависимости от весовых категорий должен был 27 апреля провести поединок против Саиды Чилаяна. Но за неделю до боя Саида дважды отправили в нокаут на турнире хардкор ММА. И произошло это, как вы понимаете, за пределами клетки. Естественно, бой отменили, а на замену Саиду вышел Шамиль Джахбаров, который дрался с Тимуром уже дважды. По боксу и на голых кулаках. Наш корреспондент Иван Ковалев обсуждает с Золотым случившееся и узнает реакцию Тимура на вызовы от Искандара Зияева и Ильмара Гусейнова. Всем приятного просмотра и не забывайте про наш большой канал, где также частенько бывает интересно. Поехали! Собственно говоря, Тимур, я в первую очередь хотел пообщаться с тобой на тему произошедшего с твоим несостоявшимся, получается, соперником Саидом Чилаяном. Хотел пообщаться. Ты наверняка смотрел тот турнир в прямом эфире или, возможно, смотрел в прямом эфире. Расскажи, пожалуйста, вообще, какие эмоции испытал, когда увидел все, что с ним произошло. В первую очередь, конечно, я начал переживать за его здоровье, потому что били его не один на один, а било сразу трое человек. И я бы сказал, три человека било не просто маленьких, а таких крупных ребят, полчасов минимум. И, знаете, в первую очередь я переживал за его здоровье, потом только мысль прострелила, что наш бой может сорваться. И уже на следующий день мне сказали, что боя не будет, что Саид снимается ввиду здоровья. Я могу пожелать ему хорошего восстановления, да, и все главное, без травмы. Как ты отметил, там потасовка была достаточно жесткой, а ты, когда наблюдал за этим, сразу понял, что бой ваш под угрозой? Ну, сразу не понял, мне сказали, что его там нокаутировали несколько раз. То есть, с того, как мне сказали, что он упал в нокаут, то есть, что выключился. Да, я, конечно, понимал, что это будет нелогично с их стороны ходить драться, потому что после нокаутов надо время на восстановление. И, ну, я понимал, что умные ребята рядом с ним и не дадут выйти подраться. Ну, я созванивался в ту ночь, когда он был в больнице, и мне сказали, что он хочет, типа, выйти, выступить, но, видимо, команда его не допустила. Ну, мой менеджер Виталий Тарасов был на связи и постоянно слигал, и все, и вот он сообщил. А ты с Саидом сам пообщался, может быть, как-то у вас диалог был? Ну, диалога не было. Я думал, я увижу его, поговорю с ним все равно. В любом случае, сейчас чуть-чуть у меня все равно другие мысли. Поменяли соперника, и я подстраиваюсь на поединок. Чуть-чуть не до него в данный момент, к сожалению. Если вспоминать еще раз тот турнир, на котором все это произошло с Саидом, там была еще одна массовая драка, ну, там, по сути, избиение. Какие вообще эмоции испытываешь, когда такое видишь, вот как один из представителей организации, можно сказать? Такие вещи надо порицать, да, это была бы такая, знаете, массовая драка, чересчур вышедшая из-под контроля, да. Я считаю, что, ну, и охрана должным образом не отработала. Я понимаю, там, может, у них какой-то конфликт, там, Наби, может, хотел его наказать, но не так, да. Я думаю, один на один, Наби с ним сам даже мог справиться в любом случае. По поводу того, что, там, 20-25 человек бьют одного, ну, вы понимаете, они могли просто убить его, да, это уже инстинкт, такой животный инстинкт пошел, да. Все толпой напали, начали бить, там, стулья побили отца, побили, я не знаю, там, тренера. Отца не знаю, брата знаю точно, точно побили, там, ну, это неправильно, да, я думаю, в любом случае, в любом случае надо давать правильный пример, да, там, это были мои земляки, да, и, ну, такие вещи надо порицать. Да, я думаю, ну, нужно было решить это по-другому, и слишком, слишком переборщили. Сейчас твой соперник Шамиль Жакпаров, вы дрались дважды, один раз по боксу, один раз по кулакам, ты убраться побеждал. Насколько тебе вообще интересен этот поединок? Вот, учитывая такую историю вашу. Ну, Шамиль хотел этого боя, и давно говорит об этом, в первую очередь. У него есть своя мотивация, и надо не забывать, что Шамиль в хорошей форме, недавно выиграл Чемпионат России по рукоплачному бою, провел боединок по ММА. Ну, Шамиль мастер спорта международного класса, и, ну, как бы ни было, это уровень, уровень. В любом случае, я воспринимаю все серьезно, прошлые боединки были очень тяжелые, и сейчас, я думаю, тоже получится такой плотный, хороший, тяжелый поединок. И я настраиваюсь на такую тяжелую работу. Одним из тех людей, кто вызвал Саиду на замену, был Искандар. Видел ты его вызов? Он там употребил в очередной раз слово «позолоченный». Да, видел, да. Ну, а смысл, когда все информационные ресурсы уже сказали, что у меня есть соперник Шамиль Джахбаров, выходить вызывать. Ну, и человек просто хочет, да, о себе напомнить очередную рацию. После каждого моего поединка выходит в ринг, говорит, давай сделаем бой, давай сделаем бой, да. Ну, грубо говоря, да, ворует мою минуту славы, когда я провел поединок, он был Саид, да. Ну, за счет той старой победы, да, с которой прошло уже много лет, да, я бы так сказал. Как я до этого говорил, уже дети в школу пошли, а он, да, скоро ее вспоминает. Ну, ладно, ну, было и было. Пускай говорит, да, я не знаю, все адекватные люди видят, знают, что у меня есть соперник. И мы там уже, ну, это уже неинтересно, да, он уже выглядит глупо. Реально это выглядит глупо, да, уже есть соперник, уже есть имя, там, я не знаю, я бы его сгоняю, но давай я выйду подраться. Хорошо, сейчас бы он вышел подраться, я его выиграл, бы он стал делать, я не в форме, я вышел на коротком уведомлении, ну, и какой в этом толпы. Я одного боя не против, я за все, за, пожалуйста, пускай связывайте с моим менеджером, договаривайте поединку, и все. Мне без разницы с конгрессом, я всегда говорил и делал им. Есть ли заявление Эльмара Гусейнова, он заявил, что ваша команда отказалась от боя, вот это правда или там чуть по-другому было? Ну, никто не предлагал Эльмара Гусейнова, я не знаю, они, может, связывались с менеджером, с кем-то. Мне было озвучено одно имя, Шамиль Джахмара, я сказал все полностью. Потому что, ну, я был, я в хорошей форме, да, я готовился, и постоянные два переноса было турнира, и, понимаете, такая долгая подготовка заняла, и я был в форме, не было разницы, с кем биться, да. Вот и все, я готов со всеми, да, это уже не первый раз, как перед турниром замена. И, ну, просто перестроюсь нам, настроюсь чуть порально на поединок, и выйду, сделаю свою работу. По поводу Эльмара, да, еще хотелось бы сказать, ну, он за два года сделал всего один поединок. Я не хочу принижать чьи-то заслуги, да, это был бой против 10-го номера рейтинга, он выиграл. А из Рено, из топ-10, он одного человека только выиграл. Это 4 поединка по голым пивакам, поэтому 17-й бой, понимаете. Они до этого связывались с моим менеджером, менеджер сказал, проходите кого-нибудь из топ-3, и добро пожаловать, да. А так же не бывает, если ты выиграл там 10-го номера рейтинга, и ходить сразу драться за титул. Это неправильное что-то. Если ты дерешься в кулаках, дерись в кулаках, проявляй себя там. Если ты выходишь по боксу, выиграл проезд по боксу, залазить в кулаки, ну, так себе и что. У меня, в принципе, последний вопрос, но вот в целом, какой у тебя настрой, с учетом всего, что произошло за последние несколько дней, вот уже все меньше времени до бой остается? Настрой больной, как всегда, да. Когда я в форме, я, наверное, готов драться с кулаком, во-первых, и сейчас вот такая все-таки висогонка у меня уже начинается, много нервяки, такое чуть-чуть токсичное настроение, как говорится. Иду-выду, сделаю свою работу, да, а там уже как пойдет. Я выхожу, отдаю всего себя, вот и все. Продолжение следует...